В этом ролике вы узнаете, как посредственный мультфильм может окупиться в несколько раз и заиметь вторую часть. Почему продолжение босса Молокососа еще хуже, чем первый фильм? И куда катится Дримворкс? Первый босс Молокосос вышел в 2017 году, и при бюджете в 125 миллионов долларов он собрал 530. Вероятнее всего, зритель клюнул на главную завязку фильма. Милый карапуз в костюмчике выполняет секретные задания. Но на деле нам показали. Младенческие голые жопы, тупой юмор, отсутствие логики в сюжете, выдавливание эмоций зрителей без каких-либо предпосылок и еще куча бредового бреда. И ладно, первая часть собрала кассу, но как второй фильм при бюджете в 107 лямов уже собрал 82. Конечно, цифр первого фильма не будет из-за короны, но они хотя бы уйдут в ноль, что очень странно. Кто вообще захотел посмотреть эту бредятину, непонятно для кого сделанную, во второй раз? Опомнитесь. Опомнитесь, пока не поздно. Первый фильм закончился тем, что босс Молокососа и его брат выполнили миссию, и теперь детей любят больше, чем собак и других животных. И если вы не смотрели первую часть и удивляетесь сказанному, да, там был такой сюжет. Младенцы реально должны были соперничать с собаками за любовь взрослых. Ну и в итоге, после успешного задания, босс Молокосос пожертвовал своей карьерой в секретном агентстве Бэйбиков, стер себе память и начал жить с новоиспеченным братом. Хэппи-энд, вся хурма. И вот во втором фильме нам показывают, как оба брата выросли, но главный герой первой части так и остался ребенком, но уже во взрослом теле. А его младший брат, босс Молокосос, стал крутым бизнесменом, который забил хер на семью и своего брата. И на сей раз замес фильма заключается в том, что дочка главного героя, Тима, оказывается боссом Молокососом, и она превращает своего батю и дядю обратно в малышей. Дабы они спасли мир от поехавшего злобного доктора, который хочет зомбировать всех взрослых, чтобы миром правили одни младенцы. Чего, блядь? Злодейский план, конечно, надежен, как швейцарские часы. Зомбировать всех взрослых, чтобы миром правили младенцы. Только что они будут в нем делать-то? Они ж нихрена не умеют, кроме криков, оров и обмазывания в каля. Меня и главный конфликт первой этой картины смущал, а тут прям вообще какой-то бред придумали. Оригинальный мультфильм логикой не блистал, даже наоборот пытался переплюнуть самые бредовые сюжеты. При этом зрителя постоянно хотели развести на эмоции, но как это сделать, когда пазл не стыкуется? Как я должен всплакнуть, если 2 плюс 2 ни хрена не получается 4? Нам давали результат без какой-либо подводки. Но в сравнении с продолжением, мульт 17-го года был реалистичным. Без шизе от сценаристов и все сюжетные арки в первом мульте взаимосвязаны. Но это только в сравнении с новым фильмом. И там хотя бы не было никакой повестки или подсасывания современным левым течением. А вот в «Боссе молокососе 2» нам сразу показывают, кто есть кто. Повзрослев, главный герой стал инфантильным дурачком-альфонсом без работы, который сидит дома и заботится о детях. А вот заколачивает бабки крутая, сильная женщина-добытчица. Дочки у него тоже непростые, одна так видимо вообще фемка. Нам же не просто так показали продолжительный кадр, где девочка стоит у зеркала и рядом с ним стоит картина, где написано «We can do it». Зачем это показывать в детском мультике? Ну, потому что пусть дети знают, что и девочки бывают сильными. Окей, бывают, а зачем мужиков делать тупыми и беспомощными или поехавшими? Почему нельзя показать равные права и силы тогда? У нас тут не стоит, это лишнее. Однако позже этот фемпосыл перекрывает тот факт, что все персонажи в этом фильме в чем-то да лучше, чем главный герой. И оказывается, что он лузер, который уже вырос, но все еще живет в своих фантазиях. Кстати, забавно, что главный герой и его старшая дочь высмеяли первый мульт за его тупость и нелогичность. Но зато они выделили отменный юмор. О да, это было велико и очень смешно. В прошлом мультике юмор был, конечно, на высоте, и здесь создатели тоже не ударили в грязь лицом. Шутки про жопы на месте. И не просто шутки про жопы, а мега затянутые шутки. А также здесь есть двусмысленные шутки про сосание. Сосание сосалки, а не пенисов. Это же детский мультик, вы чего? И-и-и, я лет не играю. Да и кстати, я вообще не понял прикола еще при просмотре первой части. Зачем нам показывают так много голых детских жоп крупным планом? Ну как это? Зачем? Ну это же... Если это такой юмор, то какой-то сомнительный. Разве что дети посмеются и то не факт. Ну а если это материал для аудитории повзрослее, так сказать для ценителей, то какого хера этот шлаг не забраковали за педофилию? И ладно жопа, это фирменный гэг этой серии. Но почему все юмористки фильма повторяются и затягиваются до невозможности? Я не понимаю, на кого рассчитан этот мульт. Шутки максимально тупые, но поймут их только взрослые. Тут даже есть приколы про наркотики, естественно завуалированные, по типу пристрастия детей к клею. Обрадуются и любители маленьких мальчиков, потому что здесь есть гача-возняк, где помолодевший главный герой и босс Малакасос голенькие выкручивают друг другу соски. Возвращаясь к сюжету, хочется сказать, что если к первому боссу Малакасосу было много вопросов, то вот ко второму стало очень много. В прошлом фильме бэйби-агенты работали скрытно. Бэйби-корп была секретной организацией, а здесь же малыши разваливают полгорода и всем как будто похеру. Буква Ю. Похуё. Плюс мини-босс из первой части вроде как должен был забыть свою прошлую работу, потому что повзрослел и попал в наш мир и своего волшебного. Но как только он и его брат попали обратно в Бэйби-корп, он сразу все вспомнил без какой-либо помощи, хотя это максимально нелогично. Также, например, дочка Тима сначала говорит, что новое секретное задание рассчитано на одного малого, а именно на брата Тима. Но потом уверенно констатирует, что с этим заданием могут справиться только двое, и что её корпорация ждёт их слаженной работы. Видимо, беда с башкой здесь не только у главного героя, но и у сценаристов. Я не понимаю, как можно было обосраться в одном диалоге, там даже не полфильма прошло, а минут пять максимум. А ещё у меня такое ощущение сложилось, что у главного героя Тима просто развилась шиза из-за охеренно бурной фантазии. Возможно, он так и сидит в той самой комнате, играя с игрушечным Гендальфом, а жена, дети, босс-молокосос, всё это фантазия, прям как у Гарри Поттера в чулане. Единственное, что мне понравилось и показалось сносным в продолжении, так это прикольный интересный ход, который связан с тем, что Тим как бы путешественник во времени. И теперь он учится в одном классе со своей старшей дочкой. Однако взрослый мужик оказывается тупее всех детей в этом классе. Видимо, он учился немного по другой программе. А его старшая дочка это тупо Галина Сергеевна. Жалко, что она здесь только умничала, а то вдруг она ещё и танцует так же хорошо, как и Галина Сергеевна. На пас! Лавандос! Пачка папирос! Причи, чтобы волосняю брос! Как по мне, все положительные моменты фильма как раз и связаны со взаимодействием маленького Тима с его дочерью. Например, я могу вспомнить милый момент, где Тим мучает свою дочку фантазировать и петь. В остальном же фильм просто не какущий. Даже на фоне первой части. А хэппи-эн здесь такой же смазанный, как и в оригинальном фильме. Все персонажи почему-то забили хер на правило первой части и на бэйби-корп. Никто никому память не стирал в этот раз, и даже больше жена главного героя узнала о секрете мужа и детей. И всё-таки первый фильм на фоне этой шизофазии смотрится ещё более-менее. Вторая же часть получилась безлика, и тут вообще нет плюсов, ибо мульт ни о чём. Хотя в нём есть милый посыл, мол, ловите момент, не торопитесь взрослеть и цените время, проведённое семьёй. Но опять же, как и в первом фильме, главная мысль и посыл обесцениваются из-за безобразного сюжета. И мне так и хочется спросить у сценариста. Ты чё, дурак, блядь? Для кого он написал эту историю? Жоп младенцев стало меньше, это да. Похабных и взрослых шуток больше. Сюжет не оценит и ребёнок, потому что даже детям будет скучно. Так что вопрос, во имя чего всё это? Бабки, бабки, сука, бабки! Конечно, ради бабок, но слава богу, корона испортила план создателей по заработку на таком унылом кале. Честно, я не понимаю, и мне даже досадно, как студия, создавшая не один десяток шедевров, в конечном итоге пришла к вот такому безликому говну. Конечно, у DreamWorks давно уже не выходят качественные оригинальные продукты, одни продолжения до проходники. И они даже окупаются, но это совсем не то, за что зритель полюбил DreamWorks. А если делать вот такие новые мульты про молокососов, это уж совсем как-то слабо. Причём вторая часть ещё более бредовая и нелогичная, чем первая. Злодеи и проблемы главных героев вышли на новый уровень абсурда. Таким макаром этих боссов-молокососов можно будет бесконечно штамповать. Хуже-то всё равно не будет, куда уж хуже-то и тупее. Ты недооцениваешь мою мощь! А, ну да, конечно, они же уже сделали заход на третий фильм. То есть, видимо, падать ещё есть куда.